Я вот всех хочу, для чего вас собрал? Хочу их предупредить, но с каждым поговорить не удается, потому что они прячутся. Как мне сказал сегодня один так тихой, они вас боятся. А что меня боятся? У меня законные требования. Я для себя ничего не хочу. Так вот я их все хочу предупредить. И, уважаемые друзья, в кавычках, или уважаемые господа, не надейтесь на то, что чем быстрее вы это построите, или если быстрее вы это построите, то это будет узаконено. Второе. Если вы считаете, что вы понимаете в бизнесе и в экономике, то поймите одну вещь. Чем больше вы построите, тем больше вам придется потратить на то, чтобы разрушить это. Это за ваш счет будет делаться. Это будет делаться за ваш счет. Все, что незаконно построено, будет приведено в исходное состояние с исковым заявлением на вас в соответствии с действующим законодательством российским. Поэтому, прежде чем что-то делать, да, вы давайте исполните мое распоряжение. Я же это распоряжение не просто так подписал. И воспримите мои слова и мои действия серьезно. К сожалению, в этом вопросе понимания пока процесса нет, но оно будет. Самое страшное в этом вопросе, да, когда начинаешь разговаривать с кем-то. Вот мне сегодня один человек, с которым я говорил, а он, Сергей Иванович, да я же, типа, за Россию и свободу, за Севастополь. Я же депутат, я же голосую за вас в законодательном собрании. То есть, человек, люди считают, что если они где-то что-то голосуют, да, за кого-то, то это, значит, они делают правильно. Севастополь, они превращают в машинку для зарабатывания денег для себя, лично, невзирая на нужды города и требования законные. Так вот, я в сердцах сегодня одному бизнесмену сказал, уважаемый господин, вот, если вы хотите работать в Севастополе и хотите вести свой бизнес, давайте это будем вести цивилизованно в рамках действующего законодательства и учитывая требования исполнительной власти. Требования исполнительной власти, они законные. Тот, кто их не исполняет, тот нарушает закон. Пока я к таким мерам не прибегал. Но вот первая стройплощадка, которая меня сегодня возмутила, я добьюсь того, чтобы на этой стройплощадке были применены все статьи, всех законов действующего законодательства российского. Начиная от штрафных санкций за нарушение экологии, санитарного состояния и всего остального. Заканчивая, если есть состав преступлений, уголовной ответственностью, материалы проверок будут сразу передаваться в соответствующие структуры. Туда же была сегодня приглашена прокуратура. Поэтому время убеждения и объяснения закончилось. Я на сегодняшний день создаю структуру свою при губернаторе, которая будет заниматься функцией контроля, исполнением моих распоряжений в вопросах незаконного строительства, в вопросах исполнения моих распоряжений по приостановлению всех строек и проверки соответствующих разрешительных документов. Чисто деятельность структуры будет направлена на этот аспект деятельности.